Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Девушки отдыхают. Потому что мы в нем нуждаемся каждый день. Я говорю, мы в нем нуждаемся каждый день. И не только мы. Оно нужно и кому-то, с кем вы соприкоснетесь. Питаясь словом, мы созидаем свое здоровье, даже если вы не больны. Питаясь словом об исцелении, вы созидаете свое здоровье. Аминь. Вы укрепляете его. Нам необходимо все время корректировать свое мышление. Потому что даже немного отклонившись от правильного мышления в отношении исцеления, мы уже мыслим неверно. Первое Петра 2, 24. Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Заметьте, здесь сказано, что своим телом он заплатил цену за наши грехи, за тем, что он сделал нас мертвыми для греха, и что мы должны жить для праведности. И уже потом говорится об исцелении. Аминь. Я хочу, чтобы там, где сказано, что он вознес наши грехи и избавил нас от них, вы обратили внимание на эту фразу, чтобы мы жили для праведности. Кто из вас понимает, что это влияет на следующую фразу? Ранами его мы исцелились. Это исцеление лучше всего могут принять те, кто живет для праведности. Мы не можем упрямо жить в грехе и при этом рассчитывать на жизнь в исцелении. Мы освобождены от власти греха, так что мы отказываемся от греха. Мы отказываемся от него и входим в жизнь праведности. Для принятия исцеления важно, как мы живем. Приходя к Богу за исцелением, придется заглянуть в каждую сферу своей жизни и убедиться, что мы живем в праведности. Так? Этот стих говорит о том, когда было куплено исцеление. Последняя фраза. Ранами его вы исцелились. То есть, когда ему наносили раны, он платил за наше исцеление. Аминь. Вы знаете, что перед распятием его изранили. Он получил 39 ударов. Согласно медицине, любая болезнь и немощь попадает под одну из 39 категорий. Он настолько точно и полностью понес наши болезни, что он понес каждую категорию, под которую может попасть болезнь. Сколько бы ни было болезней, за каждую из них он заплатил. Аминь. Аллилуйя. Когда это произошло? Прежде чем кто-либо из нас родился. Вот почему слово так важно. Оно записывает то, что мы не застали. Мы не были очевидцами этого. Бог был очевидцем. Он записал это и сказал, «Давайте я вам расскажу, что произошло давным-давно ради вас». И хотя вы не были очевидцами этого, вы теперь можете это пережить. Аминь. Вот почему слово так важно. Потому что Бог записывает увиденное им. И мы верим его свидетельству. Мы верим тому, что он говорит о происшедшем. Аминь. Но Бог очевидец не только того, что происходит на земле. Бог видит все миры. Аминь. Он видит небеса, землю и ад. Аминь. И он говорит нам, что дьявол был поражен. Бог, как очевидец, рассказывает о том, что произошло в аду. Когда Иисус поразил дьявола, разгромил его, Бог также видит, что происходит на небе. И он записывает это. Слово – это запись того, что происходит во всех мирах, которые мы не видим, но мы верим его свидетельству. Аминь. Иисус сделал все до того, как мы родились свыше. Здоровье было куплено до того, как оно вам понадобилось. Аминь. Ваше прощение было куплено до того, как оно вам понадобилось. Ваша свобода от греха была куплена до того, как оно вам понадобилось. Что это значит? Бог опережает каждую нужду в вашей жизни. Он не отстает. Он опережает каждую нужду. Аминь. Вот почему нет беспокойства. Потому что, какая бы ни возникла нужда, мы знаем, что Бог уже с ней разобрался. И теперь нам лишь нужно поверить Его свидетельству об этом. То есть, верить Слову. Нам нужно приложить свою веру к Его Слову, к Его свидетельству. Аминь. Итак, при рождении свыше мы обрели возможность войти во все, что было куплено для нас. Эта покупка, как я говорила, произошла задолго до того, как мы родились. Аминь. Откройте со мной, пожалуйста, первую главу Ефесянам. Ефесянам 1.3 Ефесянам 1.3 Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Мой любимый перевод этого стиха – это перевод Норли. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас всем, чем наслаждаются сами небеса. Небеса наслаждаются полным здоровьем. Небеса наслаждаются полноценностью. Небеса наслаждаются безболезненным существованием. Так? И Бог уже благословил нас этим. Не благословит, а уже благословил. Это часть нашего пакета искупления. Пакет искупления полностью готов. Он лишь ждет, чтобы ваша вера его активировала. Все, что принадлежит вам во Христе, является частью этого пакета искупления. Не только исцеление, но и процветание, мир, радость, победа. Все, что Бог купил, находится в вашем пакете искупления. Став верующими, родившись свыше, вы получили доступ к этому пакету искупления. Но, хотя он ваш, вам все равно нужно обращаться к нему ежедневно, своей верой. Аминь. Аллилуйя. Все, что принадлежит нам во Христе, стало нашим при рождении свыше. Нам не нужно достаточно молиться, чтобы заполучить это. Достаточно читать Библию, чтобы заполучить это. Все это стало нашим по праву рождения свыше. Не поймите меня неправильно. Я не преуменьшаю молитву и изучение Библии. Но мы изучаем Библию только, чтобы узнать, во что мы родились, а не чтобы родиться в это. Мы изучаем ее, чтобы знать, во что мы родились, и не жить в поражении, при том, что нам принадлежит победа. Так что мы ничего не зарабатываем. Все это уже наше. Все это уже нам принадлежит. И, подходя так, к любому противостоянию, мне не нужно ничего заполучать. Все это уже мое сейчас. Вы будете обращаться с противостоянием по-другому. Аминь. Точно так же, как мне, родившись девочкой, не нужно было пытаться это заполучить. Я такой родилась. Конечно, маме нужно было меня учить. Например, она говорила, будь леди. Ей нужно было учить нас, что подобает женщине. Аминь. Она учила моих братьев, что подобает мужчине. То, что вы кем-то родились, еще не значит, что у вас хорошо получается им быть, что у вас соответствующий образ жизни. Так? Но мне не пришлось это заслуживать. Я родилась такой. Точно так же я родилась богатой. Я родилась процветающей. Я рождена в здоровье и полноценности. Я родилась такой. Мне так дорого свидетельства одного служителя. Однажды он разговаривал с довольно богатым бизнесменом-евреем. И он попросил его рассказать, как он преуспел. Еврей посмотрел на него и сказал, «Я не понимаю ваш вопрос». «Расскажите мне, как вы стали таким богатым». Тот ответил, «Я не понимаю ваш вопрос. Как вы приобрели так много богатства?» Он сказал, «Я еврей». И служитель просто стоял и смотрел на него, недоумевая. Другими словами, для этого еврея, еврейство и процветание были одним и тем же. Проповедник задал ему вопрос, разделявший эти два понятия. В понимании же еврея они были неразделимы. Это было одно и то же. Поэтому он и сказал, «Я не понимаю ваш вопрос. Это все равно, что у меня. Спросить, как мне удалось стать женщиной. Я не понимаю ваш вопрос. Я родилась такой». Точно так же мы родились в здоровье. Мы родились в победе при рождении свыше. Аминь. И дьявол противостоит нам, пытаясь добиться, чтобы в нашем собственном мышлении мы отделили себя от этого. Мы неразделимы со здоровьем. Мы неразделимы с процветанием. Мы не пытаемся заработать деньги и так разбогатеть. Напротив, поскольку мы процветаем, деньги должны прийти. Поскольку мы процветаем, бизнесы должны прийти. Клиенты должны прийти. Преуспевание притягивает к себе все, что нам принадлежит. Но если мы в собственном мышлении отделяем себя от всего этого, мы пытаемся это заполучить. И дьяволу удается нас обворовать, потому что мы не понимаем, что это не просто что-то, что мы имеем. Это то, кем мы являемся. Тому еврею было несложно преуспевать, потому что он осознавал, что еврей и преуспевание – это одно и то же слово. Новое творение во Христе и исцеление, новое творение во Христе и процветание, новое творение во Христе и победа – это одно и то же, потому что это нам принадлежит при рождении свыше. И дьявол был бы рад в вашем мышлении отделить вас от этого, чтобы вы пытались заполучить, дотянуться до того, кем вы уже являетесь, таким образом упуская то, кем вы уже являетесь. Аминь. Вы понимаете? Понимаете? Дьявол одурачил стольких людей. В своем мышлении они пытаются стать тем, кем Бог уже их сотворил. И из-за неправильного мышления они неправильно говорят, неправильно верят, и их вера не работает как надо. Ну, пастор Нэнси, вы не понимаете, у меня боль в теле. Вы не понимаете, что вы исцелены. Я не говорю, что у вас нет боли в теле. Я говорю, что то, кем вы являетесь, перевешивает боль в вашем теле. И вам нужно говорить боли в вашем теле о том, кто вы. Скажите этой боли, кто вы. Боль, ты не можешь во мне оставаться, потому что я уже исцелен, а не пытаюсь исцелиться от этой боли. Аминь. Мы должны прийти к этому осознанию. Аминь. Слава Господу. Обман врага ведет вас к попыткам стать кем-то, заполучить что-то, заработать что-то. Достаточно долго за это молиться, достаточно читать Писание для этого, исповедовать достаточно долго, чтобы заслужить это. Послушайте, молиться правильно, питаться словом правильно, исповедовать слово правильно, но не для того, чтобы что-то заполучить, а для того, чтобы войти в полное понимание того, кем мы уже являемся. И осознавая, что что-то уже ваше, вы подходите к этому по-другому. Вы ломаете преграды, а не убегаете от них. Аминь. Слава Господу. Но я не понимаю, о чем вы, пастор Нэнси, ведь у меня боль в теле. Возможно, воистину, в вашем теле есть боль. Скажу по-другому. Не так выразилось. Это не истина. Это факт. Факты меняются. Истина никогда не меняется. Никогда не меняется. Любая газета, которую вы читаете, предположительно полна фактов. Ложных фактов, точных фактов, неточных фактов, как бы вы это ни называли. Но на завтра в газете все меняется. Почему? Потому что все факты меняются. Вы проверяли свой баланс на прошлой неделе, и там была определенная сумма. А на этой неделе другая сумма. Почему? Разве это не было фактом на прошлой неделе? Конечно, было. Но факты меняются. Они очень изменчивы в зависимости от обстоятельств. Истина не меняется в зависимости от обстоятельств. Она никогда не меняется. Истина не меняется. Изо дня в день, из недели в неделю, от жизни к жизни она не меняется. И, возможно, это факт, что в вашем теле есть боль. Но истина в том, что вы исцелены. Возьмите истину и говорите о ней. Выскажите фактом истину. Скажите фактом, что говорит истина. И факты изменятся. Они изменятся, если вы будете держаться за истину, вместо того, чтобы держаться за факты. Не держитесь за факты в собственном мышлении. Мне больно и становится хуже. Держитесь за истину. Он купил мое здоровье. Я родился в здоровье при рождении свыше. Держитесь за это, пред лицом фактов. То, за что вы держитесь, и будет доминировать в вашей жизни. Аминь. Аллилуйя. Слава Господу. Итак, нам дано право жить с осознанием. Я уже исцелен. Я уже исцелена. А дьявол был бы рад, чтобы вы думали, я пытаюсь исцелиться. Я пытаюсь получить исцеление. Он обожает такие слова, потому что произнесение этих слов отделяет вас от того, кем вы являетесь. Такие мысли отделяют вас. Аминь. Нам нужно обновлять свой ум. Я исцелен. Я уже исцелен. Точно так же, как я спасен. И я вам скажу, часто, когда люди спасаются, они не чувствуют никаких изменений. Они не говорят, хорошо, я чувствую спасение. Нет. Кто-то просто сказал вам, что если вы призовете имя Господне, вы спасетесь. Дух Святой засвидетельствовал вашему духу, но вы не почувствовали ничего в своем теле. Вы не могли пощупать что-то внешнее, чтобы это подтвердить. Все было лишь вот здесь. Вы просто согласились, и Дух засвидетельствовал, что вы Дитя Божье. Но все это происходило вот здесь. Так почему же вы ищете свое исцеление вот тут, снаружи, если все приходит вот отсюда, изнутри? Ваше исцеление не начинается вот тут, снаружи. Ваше исцеление начинается вот здесь, внутри. Так что мы исцеленные. И мы встаем и говорим, я исцелен. Это то, кем я являюсь с момента рождения свыше. Мне не нужно достаточно исповедовать, чтобы это получить. Достаточно читать, чтобы это получить. Как же это активировать, исповедуя? Но не исповедание делает это вашим. Исповедание активирует то, что вам уже принадлежит. Да, есть место для исповедания, но не в попытке получить, а чтобы активировать то, что уже ваше. Аминь. Такие небольшие корректировки нашего мышления и подхода ко всему этому чрезвычайно важны. Аминь. Вы не больные, пытающиеся исцелиться. Вы исцеленные, а симптомы, боль, физические заболевания атакуют вас, пытаясь украсть у вас то здоровье, которое вам уже принадлежит. Важна направленность мышления. Не «исцеление вон там, и я пытаюсь до него добраться». А «исцеление» — это то, кем я являюсь. И симптомы пытаются до него добраться. Очень важно, в каком направлении вы мыслите. У стольких людей в теле Христа финансовые проблемы, потому что они пытаются стать процветающими. Они не осознают, что это то, кем они являются. Это то, кем мы являемся, и нужно так и мыслить. То есть, мне не нужно волноваться о деньгах. Ну как я могу волноваться о том, чтобы быть женщиной? Я ею являюсь. Я женщина. Я не стану в большей степени женщиной, если буду волноваться об этом с самого утра. И вы не станете более процветающими, волнуясь об этом с самого утра. И исправляйте, обновляйте свой ум, корректируйте мышление, чтобы признать «я процветающий». Не деньги делают нас процветающими. Вы родились такими при рождении свыше. Это часть вашего пакета искупления. Многие люди сводят концы с концами, потому что, когда Бог говорит им о даянии, они напрягаются и не дают. Почему? Они боятся, что им не хватит денег. О чем это говорит? Они не знают, что они процветающие. И думают, я пытаюсь заполучить процветание, и мне нужно держаться за эти деньги, чтобы его заполучить. Наша речь и мышление должны измениться. Вместо попыток заполучить что-то, должно прийти осознание. Это то, кем я являюсь. Аминь. Встав с утра, я не пытаюсь быть Дюфрейн. Это то, кем я являюсь. Аминь. Ну, слава Господу. Помните, Папа Хэгген рассказывал свое свидетельство, как Бог поднял его со смертного адра, исцелив от неизлечимой болезни сердца. Много лет спустя он был дома у семьи Гудвин. Он проводил собрания в их церкви и остановился у них дома. И несколько дней у него были проблемы с сердцем. Симптомы пытались вернуться. А он прежде умирал несколько раз, так что он знал эти ощущения, когда сердце пытается перестать работать. Все эти ощущения были ему знакомы. Он рассказывал, что это были тревожные симптомы. И где-то на третий день таких симптомов он просто натянул одеяло на голову и начал смеяться над дьяволом. И дьявол сказал ему, над чем ты смеешься? Он ответил, я смеюсь над тобой. Почему ты смеешься надо мной? Потому что ты сказал мне, в этот раз ты не получишь свое исцеление. И снова начал смеяться. Он продолжал смеяться и через несколько минут дьявол спросил, над чем ты смеешься? Я тебе уже ответил. Ты сказал мне, что я не получу свое исцеление. Дьявол сказал, это так. В этот раз ты не получишь свое исцеление. Он ответил, «Дьявол, ты опоздал. У меня уже есть исцеление. Я не пытаюсь его заполучить. У меня уже есть исцеление». Видите, свое исцеление он получил не в тот вечер. Иисус купил его исцеление своими ранами, а Папа Хеггин вошел в него при рождении свыше. Если дьявол в любой момент может загнать вас в такое мышление, «Я пытаюсь заполучить, заполучить, заполучить», это свидетельствует о неведении. «И неведение нас губит», так говорит слово. «Неведение нас губит». Итак, дьявол играл с Папой Хеггином в словесные игры. Пытался подловить его на словах. Но Папа Хеггин понял его стратегию и сказал, «Я не пытаюсь заполучить свое исцеление. У меня оно уже есть. Однако, если вы не пропитаетесь этим до того, как появится боль, скорее всего, вы это не осознаете во время боли. Вам будет сложнее пропитаться этим. Вы можете это сделать. Я лишь говорю, что у вас будет больше проблем с умом во время боли». Ну, слава Господу! Возникшие симптомы не меняют того, кем вы являетесь. Они не меняют и не могут изменить того, кем вы являетесь. Аминь. Возникший недостаток не меняет того, что вы процветающие. Он не может этого сделать, если только вы не начнете думать неправильно. Некоторые люди не щедры к самим себе. «Ой, я просто не хочу тратить столько денег на себя». Это показывает, что у вас неправильное мышление. Оно не соответствует слову. Как это вы не хотите благословить собственную жизнь, когда вы процветающие? Я не говорю о том, чтобы идти и тратить, выходя за пределы своей веры. Но если вы не щедры к самим себе, у вас проблема с пониманием. Аминь. Вы не понимаете, что вы процветающие. Аминь. Слава Господу. Некоторые, слыша проповеди о том, что ранами его мы исцелились, говорят, почему же я тогда не чувствую себя исцеленным? Знаете, почему люди задают такой вопрос? Они плотские. Что значит плотские? Управляемые телом. Они управляемы телом. Они проверяют свое тело, чтобы удостовериться в своем искуплении. Они проверяют свое тело, чтобы увидеть, исцелены они или нет. Ими правит тело. Если вы проверяете свое тело, чтобы увидеть, исцелены ли вы, вы никогда не переживете божественное исцеление, которое вам принадлежит. Потому что божественное исцеление проистекает не из вашего тела. Оно проистекает из вашего искупления. И вам нужно внутри себя развивать осознание, что вы и есть исцеленные. Аминь. Мы надеемся, вам понравилась сегодняшняя программа. Посетите наш сайт dufrainministries.org, чтобы узнать о ближайших собраниях, поделиться своим свидетельством или обратиться с молитвенной просьбой. Эта программа стала возможной благодаря друзьям и партнерам служения Дюфрейн. Продолжение следует...